Здравствуйте! И сегодня мы говорим с Марией Корпенко, консультант по реализации, физиогномист, коуч, вообще волшебная женщина. Сегодня мы говорим про физиогномику, и про что это такое, зачем, и чем это может быть полезно в работе, в реализации и в обычной жизни. Что это такое? Обычно, когда люди первого слышат, такие, о чём? Астрология понятна, дизайн человека понятна, там ещё какие-то физиогномика. Ну да, самое интересное, что это очень древняя наука, но вот как слой физиогномика, оно, наверное, не так давно используется, потому что физиогномика – это была часть китайской медицины, и в какое-то время она просто делилась как в отдельное направление на науке. И появилось это название, другое название, которое используется в Европе, в связи с тем, что это чтение по лицу. Чтение по лицу уже как-то более понятно. А физиогномика – это физиогномика, потому что физио, то есть, собственно, лицо. Наука, чтение по лицу. Определились, это хорошо. Теперь как бы стало более понятно, но звучит всё равно, знаешь, как очень такая шпионская история, сродни магии и всяких таких тайных знаний. Ну, хотя я так подозреваю, что это и было раньше тайное знание. Какая история вообще? Про тайное знание. Но обычно люди это ассоциируют чаще всего с чтением по ладошке, судьбой или что-нибудь. Это не были тайные знания, это были знания, которые знали, опять же, все доктора в древности Китая. И они использовались для того, чтобы помочь людям в плане здоровья, но помочь людям со всех сторон. То есть, ещё в то время доктора смотрели судьбу человека, смотрели все вопросы, которые происходят в его жизни. То есть, фактически считалось, что если есть какое-то заболевание, оно связано с каким-то вопросом в жизни человека. Какая-то может быть личная жизнь, это может быть работа, понимание каких-то вещей. На сегодняшний день это тоже доктора говорят, что любой вопрос, который связан со здоровьем, он связан с какими-то... С психикой человека, с какими-то нерешенными вопросами и тревогами. Ну, то есть, получается, что так называемая психосоматика, это как мы не идём к следствию и к симптам, а мы понимаем, что, например, вот может быть вопрос в какой-то сфере жизни, и он может реализоваться как вот такая-то болезнь. Да, со временем. Если человек не может решить это, то просто через какое-то время... Понятно, сначала он отображается на лице человека, видно какие-то изменения есть на лице. Через какое-то время он уже трансформируется в возможных заболеваний. На самом деле, наше тело, оно записывает... Это вся наша история, она записана в нашем теле. И всю историю, которую мы доуписываем в течение жизни, она так и отображает тело. Тело — это как фактически книжка, в которой мы пишем историю своей жизни. И всё это, конечно же, отображается на лице, не только на теле, но и все... Да, на самом деле везде. Природа так создана, что везде в каждом, даже в каждом источке записана вся его история, всех поколений этого тела. И вот точно так же у человека написано, в каждой точке на его теле записана вся история. Фактически, ну, то же самое ДНК. По ДНК можно рассчитать, как раньше, да и сейчас, как находит, например, по волосам, находят третьего человека, волосы, могут прочитать, кто он был, что он был, что у него была за жизнь. То же самое на теле человека можно прочитать. Ну, тема громадная, конечно, вообще. Это и про многомерность, это и про традицию, зачем нам знать семь поколений до, на самом деле. Это и про какие-то вещи, которые мы делаем в своей жизни и имеем какие-то результаты с точки зрения тела, здоровья. Ну, не только, да, там, действия во вне и действия во вне, но и действия во вне, которые отражаются на нашем внутреннем состоянии нашего тела и на нашем внешнем состоянии нашего лица. Да, ты так мягко пришла, активно, Карл. Чуть-чуть. Ну, на самом деле, это же действительно очень важно. Ну, фактически то, что во вне, на лице отображается, но это то же самое внутри, то же самое история внутри. И поэтому на свою, например, историю, на свои какие-то вопросы можно повлиять как со вне, так и изнутри. Как ты вообще к этому пришла? С этой или позиции? Или это был просто какой-то интерес? Или это просто ты решила «хочу знать всё»? Или у тебя были какие-то вот… Ну, «хочу знать всё» — да. Мы все, наверное, уходим туда, потому что мы хотим знать всё. Особенно о себе. На тот момент просто я активно занималась бизнесом, сама вела свою компанию. Я понимала, что физиогномика на сегодняшний день, она полезна во многих сферах, в том числе в бизнесе. Потому что она… Что видно по лицу, наверное, с этого? Видно возможности человека, который есть в его жизни, видно его сильные стороны, слабые стороны. Как он, в чём он проявится, в чём его силах, в каких качествах он может проявить, например, на работе. С какими вопросами лучше ему не связываться. То есть, соответственно, при выборе, например, людей на работу, на какие-то празднические роли, очень важно знать человека. Подтянет ли вообще он? Да, хорошо, вы знаете человека, и немножко больше, чем он рассказывает в своём режиме. Поэтому вот это для меня была такая мотивация. Второе место, что классно очень с партнёрами было понимать, стоит ли работать с этим партнёром, на каких условиях, что на самом деле человек хочет. Как создать то взаимодействие, которое будет выходное для, ну, то есть для этих сторон. Как наилучшим образом создать нашу коммуникацию и нашу совместную работу. Вот, поэтому, наверное, с точки зрения бизнеса мне было очень интересно вот это всё узнать, увидеть. И, ну, и, конечно же, мне было интересно что-то узнать немножечко большее про себя. И потому что на тот момент я уже занималась каким-то практическим сообразителем, и я понимала, что какие-то ответы и подсказки я могу увидеть в том числе на своём лице. Интересно то, что ты выбрала именно вот этот метод, потому что, ну, как бы классика – это по дате рождения, когда мы берём там и заходим через астрологию, через какие-то системы, там, дизайн человека и так далее и тому подобное. Какое здесь преимущество? Преимущество очень-очень явное. Ты видишь человека, и тебе не надо ничего, а не узнать, мне какую дату рождения. Информация, не просто с ним встречаешься. Вот сейчас у вас переговоры, например, либо пришёл человек. Ведь она, наверное, просто смотрит, не смотрит. Ты с ним общаешься, и уже знаешь, какие ему вопросы задавать, в каком направлении, о чём с ним, что выяснять. Что вы предлагаете, в том числе, что вас заинтересует. И на самом деле это очень упрощает контакт с человеком. С одной стороны. С одной стороны, больше информации, но упрощает контакт. Можно это использовать, конечно, со своей выгодой, но если понимать, что есть общая выгода, которая для человека, для тебя, то ты ищешь точку соприкосновения с ним. И где, с какой точки вам есть смысл вообще с какой точки? Есть ли вообще эта точка? Есть ли вообще эта точка, да. Суэр? Да, первая. Один. Второй момент, что на самом деле судьба человека меняется. И как в астрологии, так и в химиндизайне, насколько я знаю, там есть записанная уже история, которая на протяжении жизни меняется. Ну да, то есть там какой-то некий вектор или механизм то, как ты взаимодействуешь и всё. Мне было интересно смотреть на судьбу человека с точки зрения вот здесь и сейчас. Что сейчас, на данный момент, как оно есть. Потому что в каждой точке мы меняемся, в каждой точке наша история меняется. И на самом деле судьбу можно менять. Не надо никаких дополнительных данных. И всё здесь и сейчас. Да. Да.